Кризис в судебной системе постепенно преодолевается. Об этом сегодня после принятия присяги 18-ю судьями заявил председатель высшего совета магистратуры. ВСМ также заявляет, что суды первой инстанции в судях практически не нуждаются. Однако вскоре ситуация изменится. Все дело в том, что часть состава будет переведена в апелляционные палаты, где потребность в кадрах гораздо выше. После принятия присяги судей представили их коллегам на новых местах работы. Некоторые приступили к исполнению обязанностей уже сегодня. Коллеги из Аргеева, Резины, Сорок и Флорешт, будьте готовы, что мы сегодня едем по судебным инстанциям, где вы будете работать, и сегодня мы представим вас вашему новому коллективу. Завтра представители высшего совета магистратуры представят коллективам судей с севера и юга. Новые судьи рассказывают, что полны энтузиазма. Они готовы справляться с немалым объемом работы, которую им предстоит выполнить, и не бояться вызовов системы. Самый большой вызов судебной системе сегодня – это нехватка кадров. Тут речь не только о судьях. Нам не хватает и ассистентов, и секретарей. Оплата труда ассистентов и секретарей довольно низкая, и я думаю, повышение им зарплат могло бы помочь решить эту проблему. Появилось бы больше возможностей систематизировать дела и запросы, которые поступают в судебную инстанцию. Один из вызовов для нас, разумеется, объем работы. Я и мои коллеги, мы все будем оказывать помощь судьям. Нагрузка будет перераспределена более справедливо, чтобы каждый получил возможность рассматривать поступающие к нему дела вовремя. Глава высшего совета магистратуры утверждает, что с назначением новых 18 судей количество вакантных мест в судах первой инстанции значительно сократилось. Большая часть вакантных мест занята, но не все. Конечно, в судах первой инстанции осталось 10 вакантных мест. Мы можем сказать, что в суды первой инстанции в судебной системе сейчас, после назначения этих судей, пришли к очень неплохой ситуации. Однако оставаться такой ситуация будет, скорее всего, недолго, поскольку из судов первых инстанций судей будут переведены в апелляционные палаты. Именно здесь сложилась самая неблагоприятная ситуация. Ситуация следующая. Учитывая то, что мы будем назначать в апелляционную палату судей и судов первой инстанции, в этих судах, очевидно, появятся вакантные места. И высший совет магистратуры снова будет организовывать конкурсы, чтобы заполнить эти освободившиеся места. Наши журналисты пообщались с экспертом Watchdog в опросах юстиции. Александру Бот говорит, что назначение 18 судей не решит проблему кризиса в судебной системе, а перевод судей в апелляционную палату не станет решением на долгое время. Я не думаю, что это станет методом смягчения кризиса в системе. Сейчас очаг сосредоточен в сегменте апелляционных палат, а именно в высшей судебной палате. Как такое обновление кадров могло бы улучшить конкретную ситуацию на уровне апелляционных палат и ВСП, нам пока неизвестно. Конечно, это формула для временного перевода. Но, к сожалению, она не оказалась эффективной. Перевод в другие инстанции осуществляется на шесть месяцев. Но полгода — это нереальный и разумный срок для того, чтобы управиться с таким количеством дел. Высший совет магистратуры объявил конкурс на замещение должности судей апелляционных палат, а также на временный перевод в суды второй инстанции.